Михаил, вы недавно вернулись из Италии, ну расскажите, что вы там делали, почему вернулись в Россию, и нет ли желания сейчас вообще не возвращаться в Россию после всех вот этих политических дел, после обысков? Нет, ни в коем случае. Я уезжал записать несколько эфиров для СВТВ, застрял там на карантине буквально, то есть там были закрыты границы между регионами, я просто не мог пробраться сначала в регион, в котором работает аэропорт, а потом, соответственно, просто не было рейсов регулярных, чтобы вернуться. Когда какая возможность выдалась, я прилетел в Москву, здесь моя родина, здесь мои друзья. Я в Россию вернулся 4 года назад, после почти 12 лет проживания за границей, сделал это не просто так, я люблю Россию, это мой дом, за свою страну нужно бороться, а не заниматься, это не в упрек политическим эмигрантам, людям, которые вынуждены уехать, но если вы не вынуждены уехать, а делать это просто потому, что вам кажется там лучше, но это тоже такой политический паразитизм в некотором смысле, потому что вы приезжаете на все готовенькое, на свободу, за которую кто-то за вас уже поборолся. Я считаю, что Россия достанет того, чтобы за нее бороться, и я за нее борюсь. Мы сейчас находимся у здания Тверского суда в Москве, сегодня вы пришли поддержать журналистку, которая была задержана у здания Государственной Думы. Как вы думаете, с чем все закончится? Административный арест или штраф? Ну, я надеюсь на лучшее, готовлюсь к худшему, разумеется. Дело достаточно беспрецедентное, потому что у нас принципиальная позиция в движении гражданского общества, что наши активисты никогда не выходят на акции с журналистскими удостоверениями, и выходят с удостоверениями только тогда, когда они собираются в акции не участвовать, а про нее писать. И Мила, да, Мила политическая активистка, она много участвует в политической жизни страны, но конкретно на эту акцию она приходила, а не писать и не участвовать. И по иронии судьбы, по какой-то большой подлости, именно на этой акции ее задержали, именно на этой акции ей вменяют статью 20.2, организацию, организацию акции, в которой она даже не участвовала. То есть мы снова видим, что это не просто выборочное правосудие, во-первых, ну, не право, кривосудие, давайте так назовем, и месть очень яркой девушки, у которой душа болит за Россию, которая ничего не боится. Она действительно самая отважная девушка сегодня в России, приехала из Кемерово, в Кемерово, и Путина прятали от Милы, ее похищали, когда он приезжал на Кузбасс, да, большая была крупная история. Сейчас она приехала в Россию, вот в Москву, и сейчас с ней вот так вот обращаются, ну, позвал, конечно, за Милу нужно уходить. Как вы считаете, это покушение на независимую журналистику, потому что уже взялись за прессу? Вчера, например, начали заниматься сотрудниками прессы, там, в том числе сотрудники МБХ, медиа, и выписали штраф в размере 250 рублей за переход в неположенном месте. Что это значит? Это борьба не против журналистики в целом, это борьба против журналистов с гражданской позицией. Это очень важно. На мой взгляд, у журналистов должна быть гражданская позиция, потому что журналисты — это буквально авангард защиты гражданского общества, они должны защищать гражданское общество. И мы видим вот эти двойные стандарты, правильно, недавно Алексей Навальный написал у себя текст про ОНП журналистов, да, ОНП, как это, нашего парня отбили, да, НПО. Вот этим журналистам ничего не грозит. Не грозит журналистам Эхо Москвы, не грозит журналистам, которые дистанцируются от гражданского общества. А журналисты, которые занимают принципиальную позицию, как часто делают НПХ, как это делают МИЛа, вот такие люди власть не устраивают, власть их ненавидит, она им мстит, и именно за них нужно бороться в первую очередь. Так, и последний вопрос, поправки. Что будет после поправки? Потому что многие говорят, что наступит диктатура, потому что Путин остается во власти до 1936 года. Это не совсем одно и то же. Диктатура у нас уже есть, поэтому ничего... По крайней мере, у нас есть автократия. Давайте вот так... Автократия в России давно сложилась, никакого гибридного режима, что бы там ни говорила Екатерина Шульман, в России уже давно нет. Поэтому я думаю, что с поправками принципиально ничего не изменится. А то, что Путин у нас остается до 1934 года, ну, по-моему, вот все люди, которые хотя бы немного следят за политической жизнью страны, для них это не новость, что у Путина именно такие планы и были. Это было понятно в 2011 году, сейчас это было просто оформлено. Поэтому, на мой взгляд, принципиально ничего не изменится, но будет хуже. Спасибо вам огромное, спасибо.